Послезавтра, 2004 год. Режиссер Роланд Эмерик. Бюджет 125 миллионов долларов. Сборы по всему миру 543 миллиона. Награды MTV Movie Awards за лучшую экшн-сцену. Приз Британской Академии за лучшие визуальные эффекты. Последствия глобального потепления – любимая страшилка политиков и экологов. Но, несмотря на то, что перспектива перегрева планеты не сулит ничего хорошего, мы не спешим переходить на энергосберегающие лампочки и отказываться от плака для волос. Режиссер Роланд Эмерик решил убедить человечество сделать это, предложив ему потрясающую и убедительную картину апокалипсиса. Замерзание. Вообще возможная гибель Земли от смещения полюсов, что вообще в принципе возможно при развитии сегодняшних технологий и уничтожении природы. Главный герой фильма – ученый-климатолог Джек Халл пытается сообщить правительству о грядущей катастрофе. Но тупые и гадкие политиканы остаются глухи к его мольбам. И даже когда от Антарктида откалывается айсберг размером со штат Рот-Айленд, а это 4000 квадратных километров, слуги народа продолжают мирно перекачивать бюджетные деньги в офшоры. Кстати, эпизод с гигантским айсбергом вдохновлен реальными кадрами обрушений ледяного шельфа в Антарктике, которые в 2002-м обошли весь мир. Во-первых, там играет один из моих любимых артистов, Джек Гилленхалл. И вот так льет уже три дня подряд. Катастрофа набирает обороты. Америка сплошь покрывается льдом и превращается в Ямало-Ненецкий национальный округ. Правительство США решает эвакуировать население на юг, в Мексику. Представляете, как смеялись мексиканцы в кинозале. А у главного героя, Джека Халла, новые проблемы. Его сын застрял в замерзшем Нью-Йорке. Уберившись, что человечество уже в надежных руках мексиканцев, Джек может спокойно идти спасать отпрыска. Фильм хороший. Мне он, кстати, понравился. Правда, я его очень давно смотрела. Фильм такой на один раз. Так посмотрел, задумался, посмотрел на вас для волосок. Ну и ладно. Мне понравилась, например, сцена с волками. Там, где вот они так одичали и начали на людей нападать. Все в таких валясках бегают, снег кругом идет. Сейчас жарко, поэтому вот эта сцена припоминается лучше всего. Фильму «Послезавтра» досталась премия MTV Movie Awards за сцену «Разрушение Лос-Анджелеса», а также приз «Британской академии» за лучшие визуальные эффекты. Но самое большое достижение фильма – это отсутствие хэппи-энда. То есть надежда на спасение человечества есть, но случится это очень не скоро. Так что волей-неволей побежишь в магазин за энергосберегающими лампочками. Интересно, а что по этому поводу может сказать Росгидрометцентр? И что думают настоящие ученые-климатологи? Да неважно. Главное, что по этому поводу думаете вы.